Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина и сегодня 3 июля я заглянула в Ашан и оказалась там очень удачно и нашла там вот такой беглиб. На нем всего два цветочка. Я держу цветонос в руке, потому что он падает, иначе вот я его не сниму. На нем всего два цветочка, все остальное в бутончиках. Не знаю, сохранит он эти бутончики, не сохранит. Здесь цветонос вроде как живой кончик цветоноса. Ну здесь 4 бутончика. Но в принципе это не важно, то будет ли он дальше цвести с этих бутонов или не будет. Это не важно. Главное, чтобы кустик на этот раз оказался здоровеньким, потому что я уже честно прям побаиваюсь. И я как его принесла, несмотря на то, что у меня набралась целая очередь из орхидеи на пересадку. И сейчас вот я его принесла и тут же, раз уж показываю, снимаю о нем видео, тут же я его начну и доставать из горшочка. Вот такая у него розеточка. Лисия уже немножечко без турбера. Не знаю по какой причине, но, наверное, хочу надеяться, что по причине жары, по причине стресса... Так, перчатка у меня порвалась в руке. Сейчас я другую перчатку возьму. Так, на горшочке маркировки нет, но есть какая-то странная наклеечка. Можно попробовать погуглить те цифры, которые написаны на горшочке. Сейчас покажу. Вот такой вот у него загнутый цветонос. Видимо, собирались сделать из него какое-то вот такое вот нечто. Вот, вот дополнительная наклеечка на горшочке. Ничего тут особенно не написано. То, что написано, больше похоже на набор букв. Или же это очень укороченные слова, которые мне пока непонятны. Цветонос у него очень длинный. Итак, начнем. Начнем смотреть корни. Ну, очень длинный цветонос. Очень. Весь закрученный. Перекрученный. И немножечко меня насорожило то, что на цветоносе, на держателе для цветоноса имеется вот эта вот плесень. Это говорит о том, что его плохо поливали. Их все неправильно поливают, конечно, но... Когда плесень уже на держателе для цветоноса, это... Ну, это нехорошо. Это говорит об очень сильном переувлажнении. Очень сильном. Ну, давай, малыш. Надеюсь, ты меня порадуешь. Я его взяла в Ашане за 460 рублей. Сейчас они там стоят. Не помню, я сказала про завоз, про то, что там... Орхидейки стоят в основном, в принципе, белые и розовые. И в очень плохом состоянии. Они все потрепанные. Все... Непонятно, то ли им плохо уже от того, что их залили, то ли им плохо от того, что их еще не полили. Ну, то, что им плохо, это однозначно. Так, это что тут внутри оказалось? Что здесь, что здесь, что здесь? Здесь торфяной стаканчик. Пока что корни радуют, но я уже привыкла сразу не радоваться, потому что еще не ясно, что там будет под попкой. Как эти корни все крепятся. И так. Потому что тут все прям как-то шатается ненадежно. Собака моя пришла. Одна из моих собак. Собак-мабак. Будет тут сейчас топать. Шум создавать. Нет, пришла и ушла. Так, ну... Даже если корешочки под попкой будут на одних ниточках держаться и со временем пропадут по какой-либо из причин. А причин для этого у покупных орхидеи много. Лишь бы сам кустик был здоровенький. Чтобы я потом не обнаружила никакую гниль на нем. Так, вечно эта пластмасска... Так, вечно она тормозит весь процесс. Еще главное, чтобы из-за нее корни не травмировать. Потому что она тоже все-таки может порезать корешочки, пока ее удаляешь. Я вот прям по дунушку, по диаметру ее срезаю. И потом достаю. Вот она уже по кусочкам вся распалась. Итак... Что здесь есть на наличии нехороший сей? Корешочек сухой. Удаляю. Корешочек гнилой удаляю. Ну, я вижу, конечно, тут корешочки на ниточках. И все эти вот корешочки, это все вот ответвление. Ну, вот этот корешочек, он, слава богу, хорошо держится. И этот хорошо держится. От него идут ответвления. Ну, пока я не стану удалять никакие корешочки. Ну, конечно, по той причине, что они у меня пока не вызывают желание удалить их, а только вот эти вот сгнившие кончики. Только их пока удалю. Потом, конечно, после обработки после всей этой, можно сказать, пастерушки, которую я ему устрою сейчас. Еще какая-то часть корней покажет себя, покажет свое истинное лицо. Еще что-то, может быть, придется немножечко подровнять. Сейчас отнесу его помою листву с зеленым мылом, фитовермом обработаю. Корешочки я так вот, эти лисе сейчас прям удалю, чтобы они не мешали лишний раз ее помыть нормально. корешочки я уже вот в таком сухом состоянии я замочу, еще не посаженный еще субстрат я замочу в растворе с максимом, чтобы уже предотвратить какую-то какую-то нехорошую болезнь, если вдруг она тут есть. Ну, конечно, если она уже сидит, она все равно вылезет. Ну, на всякий случай. Просто я хочу это сделать вне субстрата, пока она находится вне субстрата корни, потому что все-таки каждый раз, когда мы обрабатываем химией субстрат, он становится токсичным и из него орхидеечку желательно пересадить. И если мы допустим те же инсектициды, вот если я вдруг обнаружу какую-то какого-то паразита здесь на орхидеечке, хотя сейчас я никого на ней не вижу, ну, здесь просто мусор белый набрался, белый и черный набрался в пазухах, а так я никого на ней не вижу. Но в любом случае вместе с этими инсектицидами хорошо использовать и фитоспорин. Так, вот этот корень, вот отсюда я его удалю, потому что он тут в нехорошем состоянии. ну что ж, вроде все. Пока корешочки меня радуют. Пока что. Вот еще нашла. Ну, оно так и будет, это можно так дальше все находить и находить, в принципе, к чему можно придраться, что можно отрезать. Ну, вот этот корешочек, он нехороший какой-то. пока оставлю его, ладно. Пока оставлю, не буду пока удалять. Здесь это не зеленка, это из-за держателя цветоноса, вот так вот окрашено. Ну что ж, пойду мыть. Срезала я после помывки, просушки еще пару корешочков и уже ожидаю то, что многие корешочки еще пропадут после пересадки, потому что эти грозночки, они многие в заломах, что-то висит на ниточке и я их просто сейчас не удаляю в надежде на лучшее будущее, но, как говорится, тут не удаляю, а там они все равно гниют. То есть не без этого. Цветочки пока целенькие, прошло несколько часов после после того, как я достала ее из горшка и сделала все эти манипуляции. И еще меня немножко смутили вот эти два пятнышка, вот эти два пятнышка, вот они, я их при покупке не заметила, вот прям на шейке у этого, у основания этого листа, вот. Но мне хочется думать, что это просто пигмент, потому что они красненького цвета, оба эти пятнышка, и вот так, моя камера мухлюет с фокусом, оба эти пятнышка красного цвета, и поэтому мне хочется думать, что это все нормально, естественно, учитывая то, что здесь вот мелкие-мелкие пятнышки имеются такого же цвета этого пигмента на шейке, здесь немножко подрумянин, подрумянина эта шейка, и на этой стороне тут вот была грязь, я ее как смогла протерла, вот здесь вот в пазухе, и там немножко осталось, но надеюсь, что эта грязь тоже не приведет ни к чему плохому, что это всего лишь мусор. Так, сажать буду я в кору и керамзит. Забыла я надеть перчатки, сейчас я это исправлю, а то потом все ноготочки будут в пыли, в грязи. Конечно, не проблема это отмыть, но если можно надеть перчатки, я надену перчатки. так. Хотя надо было, наверное, да, сначала я ее запихаю корешками туда внутрь, а потом уже буду укладывать керамзит. И, как обычно, я забыла достать пенопласт под попку. Так. а теперь я не затолкаю туда керамзит, потому что корешочки как паутинка там сели. теперь придется мне его туда протискивать. Стараться максимально аккуратно это делать, потому что каждый корешочек на вес золота. цветонос, конечно, у нее расположен изогнут, вернее, не расположен, а изогнут знатно. много керамзита туда запихать не получается. Даже не то, чтобы много, а так, чтобы он на дно лег. Ну, хотя, лег. Ладно. снова я забыла достать пенопласт под попку. Так. Эти большие куски керамзита я стараюсь не класть туда. я смешала эти куски керамзита, этот керамзит, вернее, вместе с этой мелкой корой. Кора очень мелкая, она использованная, от других орхидейчик обработанная, и она очень влагоемкая, предостаточно влагоемкая, и нет нужды добавлять сюда мне ни перлит, ни кремневит. И я когда закинула сюда этот керамзит из пакета, я не видела, что он такой дурной фракции, я знала, конечно, что он дурной фракции, но в прошлой упаковке такого же керамзита он весь был как мусор, весь разломленный, то есть он был очень мелкий. и я думала, что он на этот раз тоже мелкий, но когда высыпала, оказалось, что он такой, довольно крупных кусков. Я, конечно, не специально покупала этот нехороший керамзит, я купила давно еще сразу две упаковки его, вот одну потратила, одна еще лежала, ну и решила, что надо его уже закончить и уже с ним покончить. Больше такой фракции я не покупаю. Ну, вот можно его сверху положить, пускай сверху лежит. Вот так. Пусть лежит и поддерживает кустик. в принципе сидит она неплохо в горшочке. Пока что цветонос оставлю. Если замечу, что с корнями что-то не так, тогда конечно придется от цветоноса избавляться. Куда бы его засунуть, чтобы ничего не травмировать? Нет, здесь ему не место. Вот сюда поближе, но здесь корни в горшке и я боюсь их плохо задеть. Попробую, конечно. О, получилось. Получилось, получилось. Так. прям несколькими крабиками зацеплю его. И этот цветонос тоже зацеплю. Далее веточку он разветвляется на две веточки. вот. Так. Что у меня в результате получилось? Так. Хочу пытаюсь лист вот. Получилось. Надо было на ваших глазах это сделать. Лист снизу под цветоносом вот так вот пронесла вверх. Вот. Пусть они наверх смотрят. И кустик ровнее сидит. Вот так вот получился у меня посажен кустик. Довольно ровненько он теперь встал. Корешочки в горшочке видны. Можно будет за ними наблюдать. Цветочки он пока держит. Один бутончик вижу точно пожелтел. Вот этот бутончик вижу желтеет с этой стороны. Вот этот тоже кажется она будет уже желтит и будет сбрасываться наверное. Ну подождем посмотрим. Оно конечно хорошо новые цветочки спустившиеся бутончики но лучше конечно пусть орхидеечка приходит в себя. Вот он мой красавец. Надеюсь на этот раз с этим беглипом все будет хорошо. Очень на это надеюсь. Спасибо вам всем большое за ваше внимание и всем пока всем до новых встреч .